Растущие парты Дэми 350 детей уже пострадали, а сколько еще впереди? Скоро начнется учебный год, водителям стоит быть еще внимательнее на дорогах. Роды под прицелом видеокамер. Хотите или нет, скоро это будет обязательным для всех. Только самое свежее, без посредников и наценки. Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня открываются в Нижнем Новгороде. Фильмы, которые прославили наш город в День российского кино, вспоминаем картины, снятые на Нижегородских улицах. А также слон, лев и орел поселились в одном из Нижегородских дворов. Об этих и других событиях четверга расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, более 350 несовершеннолетних пострадали в этом году на дорогах Нижегородской области. Цифра ужасающая, учитывая, что впереди начало учебного года, а значит на дорогах детей станет еще больше. Автоинспекторы сейчас пытаются предупредить рост травматизма. Выходят в рейды, общаются с водителями. Поможет ли, выяснял Павел Буянов. Это видео для тех, кто сомневается в необходимости детского кресла. Краш-тест в качестве пассажиров, манекены женщины и ребенка на ее руках. Вердикт в таком ДТП – ребенок погибнет. Если ребенок до 12 лет в машине, он должен находиться в удерживающем устройстве. Это правило действует уже несколько лет. Зачастую детское кресло – шанс остаться живым и здоровым для юного пассажира. Способы эти простые. Нужно купить детское удерживающее устройство. Желательно это автомобильное кресло. Есть другие специальные удерживающие устройства, которые можно использовать. Можно пристегнуть ребенка так, чтобы это было безопасно. То есть подложив бустер, подушку или еще какие-то средства. Но в любом случае это должно быть сделано и сделано безопасно для ребенка. Александр Сергеевич вез ребенка в больницу. Детское кресло осталось на задней панели автомобиля. Вот сейчас не стал пристегивать, потому что ему больно. Поэтому до больницы сейчас везу потихонечку, чтобы довезти. Понятно. Вот так обычно пристегиваю? Всегда пристегиваю. Поэтому и вожу с собой сиденье. За нарушение Александр Сергеевич заплатит штраф в 3000 рублей. И за несколько часов рейда таких, как он, беспечных родителей, оказалось больше десяти. В водитель белой ке, например, ребенка в детское кресло усадил, а вот пристегнуть ремнем безопасности забыл. Минус 3000 из семейного бюджета. И, конечно же, отсутствие безопасной поездки для малыша. Не нужно пристегивать ребенка для ГАИ, как это говорится, чтобы не получить штраф. Нужно сделать это безопасно. А некоторые просто при нем безопасности пристегивают ребенка. И тогда верхняя нить ремня проходит по шее ребенка. И при любом торможении даже, может быть, ДТП не свершится. Но при резком торможении надавится на горло и просто получит травму ребенка. Своих малышей Ивана, Машу и Егора Алена Соколова везет на прогулку. Всех детей начинающая автомобилистка посадила в детские кресла и пристегнула. Говорит, что покупка кресел, конечно, дело не дешевое, но жизнь детей куда дороже. Да и на установку удерживающего устройства уходит совсем немного времени. Вот это вот сюда крепится, вот это вот сюда, чтобы фиксировалось. И вот с этой стороны, и вот с этой стороны, чтобы он не мог не вывалиться ни вперед, ни вбок, никуда. Все зафиксируется, застегивается, и все, и все плотно у него. В последнее время многие стали покупать бескаркасные детские кресла. Они, конечно, дешевле, но многочисленные краш-тесты показывают, что толку от них почти нет. При ДТП юный пассажир получает серьезные травмы. Еще одно преимущество удерживающего устройства – ваш ребенок надежно закреплен в машине. Сегодня нередкий случай, когда малыш открывает дверь автомобиля прямо на ходу и оказывается на проезжей части. Еще одна немаловажная деталь – это установка детского кресла. Оно должно быть установлено правильно. Кресло должно быть установлено согласно всем инструкциям. Оно должно быть устойчиво и закреплено всеми ремнями безопасности. При этом ремень безопасности не должен перетирать шею ребенка, иначе поездка может закончиться плачевно. С начала года в регионе в различных ДТП погибли 8 детей. И если летом число детей пассажиров в нижегородских автомобилях было сравнительно небольшим, то с начала мучебного года поток увеличится в разы. Госавтоинспекторы опасаются, что это приведет к ухудшению статистики аварийности среди несовершеннолетних. И рейды по проверке перевозки детей будут продолжаться. Павел Буенов, Андрей Першин, служба новостей «Город». Теперь к другим темам. Нам удалось взять интервью у интернет-мошенников. Причем на связь с Первым Городским они вышли самостоятельно. На страницу нашего телеканала ВКонтакте пришло, в принципе, ставшее уже традиционным сообщение с просьбой о помощи. Обычно так действуют мошенники, когда просят, например, пополнить счет телефона. Уверен, многие получали такие сообщения, в том числе и от друзей, когда их страницы взламывали. Так вот, в нашей переписке собеседник не постеснялся рассказать нам, что зарабатывает на жизнь, как он сам выразился, разводом дураков в интернете. При этом ушлый собеседник знал, что переписывается с официальной страницы телеканала. Это его не остановило, и он рассказал, что сам живет в Латвии, а зовут его на самом деле Мурат, а не Владимир, как написано на странице. И попавшихся на такой обман у него уже много. Правда это или нет, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Ну а от себя добавим, будьте бдительны и не вступайте в диалог с незнакомыми людьми, тем более не давайте никому свои номера телефонов. Ну а сейчас о происшествиях, которых избежать не удалось. На улице Варварской столкнулись газель и маршрутка. Авария произошла прямо перед площадью Свободы. В момент столкновения в автобусе были пассажиры. К счастью, серьезных травм никто не получил. Кто стал виновником столкновения, будут устанавливать инспекторы дознания. Судя по всему, удар при аварии был внушительным. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На продавале наркотиков на 45 миллионов рублей в суде Ленинского района началось рассмотрение уголовного дела группы наркозбытчиков. Главарем сообщества оказалась цыганка Ирина Чурон. Она собрала команду, которая закупала, фасовала и продавала героинометадон. Роли у злоумышленников были четко распределены. В созданной организации функционировали структурные подразделения, такие как группа, отвечающая за подбор потенциальных покупателей, группа безопасности, группа подбора водителей со своими руководителями и подчиненными. Один из сообщников выполнял функцию помощника руководителя организации, отвечающего за финансовое обеспечение. Всего на скамье подсудимых оказалось 9 человек. Они обвиняются в организации преступного сообщества, легализации денежных средств и продаже наркотиков. Сотрудники полиции накрыли игорный клуб. Правоохранители получили информацию, что в одном из баров автозаводского района расположился зал с игровыми аппаратами, точнее с компьютерами, через которые посетители играли в однорукого бандита. При проведении сотрудниками полиции операции по пресечению деятельности незаконного игорного заведения было установлено, что сотрудники клуба за денежные вознаграждения оказывали посетителям услуги по предоставлению доступа к азартным играм через сеть интернет. Все оборудование было изъято, а посетителям пришлось покинуть игорное заведение. В результате возбуждено уголовное дело по статье Организация незаконной игорной деятельности. Максимальное наказание по этой статье до двух лет тюрьмы. Скоро нижегородки будут рожать под прицелом видеокамер. До конца 2015 года их установят во всех родильных домах города. До конца 2015 года во всех родильных домах Нижнего Новгорода и области должны появиться видеокамеры. Появятся они в приемном покое, чтобы фиксировать прибытие рожениц и их состояние, а также в родильных залах. Кстати, в роддоме номер 3 камеры работают уже с середины июня. 23 размещены внутри здания, в том числе и в детском отделении. И еще 5 по периметру. Руководство родильного дома уверено, что такие меры дисциплинирует и персонал, и пациентов. Цель установки видеокамер – это как защита прав пациента, так и защита прав докторов. Для того, чтобы не было спорных вопросов, наблюдалась ли женщина во время родового процесса или не наблюдалась, как часто подходили к ней доктора, своевременно ли была оказана медицинская помощь, особенно в экстренных ситуациях. Все записи хранятся у главного врача на протяжении 5 лет, и в случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций выдаются строго по запросу от вышестоящих инстанций. В женских консультациях камеры установят только в коридорах и снаружи здания. У нас на Первом городском телеканале продолжается конкурс для школьников и их родителей к 1 сентября. Стать участником конкурса просто. Сделайте необычное фото вашего школьника, который уже готов к учебному году, напишите интересную историю о нем, и у вас появится возможность выиграть отличные призы от наших партнеров. А именно, растущую порту и ортопедический стул от компании Деми. Ингалятор для всей семьи от медицинского центра МЕДИС. Отдых выходного дня на базе отдыха Шавская долина. Сувенирную подушку с фото вашего ребенка от фотостудии Чизфото. 5 минут свободного падения в аэротрубе «Ветролед». Абонементы на обучение в студии театре «Дэнс Лайф». Сертификат на посещение реалити-квеста номер один в России «Бункер» от компании «Выход». Сертификаты на покупку детских товаров в сети магазинов «Юниор» и торт ручной работы от кондитера Ольги Федотовой. Для ваших фото мы уже приготовили отдельный альбом в группе Первого городского телеканала ВКонтакте. Конкурс стартовал во вторник, а завершится прием фото 7 сентября. И уже 8-го мы объявим победителей и вручим им подарки. Все подробности можно узнать по телефону 282-13-67. Сейчас информация от наших партнеров, после этого мы вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. Только самое свежее, без посредников и наценки. Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня открываются в Нижнем Новгороде. Фильмы, которые прославили наш город. В день российского кино вспоминаем картины, снятые на нижегородских улицах. А также слон, лев и орел поселились в одном из нижегородских дворов. Шум с улиц мешает спать по ночам. После дождя на подоконниках образуются лужи. Хватит жить с этими проблемами. Решите их прямо сейчас с компанией «Сфера окон». Вы мечтаете о качественном окне, но сейчас ограничено в расходах. Надежное окно не обязательно стоит дорого. «Рихао Блиц» – это знаменитое немецкое качество и дизайн обойдется вам всего в 11 тысяч рублей. Такое окно защитит и от холода, и от шума. Если вы живете вблизи оживленных дорог или думаете установить окно в детской, где всегда должно быть светло, тепло и тихо, в этом случае лучше выбрать «Рихао Генео». За счет толщины профиля, стеклопакета и количества камер наши окна обеспечат тишину и покой, даже если ваш дом находится рядом с оживленной дорогой. С таким окном вам не придется платить дополнительно за отопительные приборы, а это экономит зимой до 20 тысяч рублей. Кроме высокого качества, компания «Сфера окон» предоставляет гарантию. Доставка и замер бесплатно. Закажите окно прямо сейчас и получите в подарок универсальные средства по уходу, которые предотвратит появление ненужных разводов и пятен на новых окнах. Также вы получите возможность участвовать в розыгрыше планшета или смартфона. Звоните 230 11 04. Каждый из нас стремится выбрать одежду, которая бы соответствовала собственному стилю и одновременно отвечала модным тенденциям. Как удобно прийти один раз в большой магазин и сразу выбрать все необходимые товары. Гипермаркет «Планета. Одежда. Обувь» предлагает огромный ассортимент одежды и обуви на любой сезон, возраст и случай жизни. Предложить покупателям стильные и качественные вещи по разумным ценам. Вот главные крыды магазина. Женская, мужская, детская одежда, обувь, нижнее и постельное белье, сумки, головные уборы и аксессуары. Все это можно приобрести в одном месте по разумным ценам. Кроме того, до 31 августа гипермаркет предоставляет скидку 20% на всю летнюю обувь. Я первый раз в этом магазине. Меня что радует, именно доступные цены и широкий выбор. В гипермаркете «Планета. Одежда. Обувь» проводится грандиозный розыгрыш ценных призов. Для участия необходимо совершить покупку с 6 по 16 августа на 1 тысячу рублей. А 16 августа состоится розыгрыш призов. Главный из них – телевизор, холодильник, стиральная машина, а также пароварки, мультиварки, микроволновые печи, пылесосы. И, конечно же, разыграется одежда из новой коллекции гипермаркета «Планета. Одежда. Обувь». Прими участие в розыгрыше 16 августа. Приходи торговый центр «Карусель», площадь Комсомольская, дом 2, второй этаж. Гипермаркет «Планета. Одежда. Обувь». Купить машину с максимальной выгодой можно в АК «Лада». До конца августа действуют акции, участвуя в которых автомобиль «Лады» можно взять и сэкономить до 150 тысяч рублей. До конца лета вы можете приобрести автомобиль с выгодой до 150 тысяч рублей, благодаря программе утилизации, также сниженной процентной ставкой от 7% годового. Решили купить свою «Ладу», опытные менеджеры помогут выбрать именно тот автомобиль, который нужен вам. В салоне всегда представлен весь модельный ряд в наличии автомобиля разных цветов и комплектаций. Приобрести машину можно как за наличный расчет, так и в кредит. Специалисты банков-партнеров, находящиеся прямо в автосалоне, предложат вам наиболее выгодные условия. Здесь же происходит оформление страховки. Специалисты салона ценят время каждого клиента и рады помочь совершить максимально выгодную покупку. Мы ждем вас по адресу улицы Коминтерна, 43. Я напоминаю, вы смотрите первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». Еще больше товаров напрямую от нижегородских производителей можно будет купить в городе, начиная с этой субботы. Подробности в рубрике «Короткой строкой». Первая торговая площадка с фермерскими продуктами будет организована 29 августа в Приокском районе. Уже осенью в городе будут открываться дополнительные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Я сейчас дал поручение, чтобы осенью как можно больше у нас проводилось таких выездных ярмарок, чтобы была и конкуренция с сетевыми магазинами по ценам, по качеству. Люди сразу определяют, что им нужно и будут покупать то, что вкусно и то, что свежее. Нижегородский Роспотребнадзор открыл санкционный колл-центр. По горячей линии можно сообщить о торговых точках, где продают запрещенный к ввозу товар. В течение месяца жалобу проверят. 2000 полицейских будут следить за порядком в день зданий. Также патрулировать улицы будут 600 сотрудников частных охранных предприятий и 900 добровольцев. В последние дни августа учебные заведения проверят с помощью служебных собак. Отреставрированный дворец культуры химиков в Дзержинске готов принимать посетителей. Отремонтирован фасад здания, балконы и карнизы. Заменены все окна, сделан внутренний ремонт. В целом процент памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии в Нижегородской области, ниже, чем в среднем по России. С нашей же стороны мы ведем сегодня надзорные функции. Мы сегодня четко контролируем и ведем под жестким контролем как раз, как используются не только средства. С нами согласовываются все архитектурные решения, внутри инженерные решения. 28 и 29 августа на Нижегородском кольце пройдет финал всероссийских соревнований по дрифтингу российской дрифт-серии РДС. Это парный дрифт дверь в дверь, эффектные заносы и невероятная скорость. На трассе «Энринг» сочетаются главные аспекты дрифта – скоростная первая дуга и медленная связка поворотов. В финальной битве сразятся лучшие дрифтеры России и Беларуси. В четверг мы отмечали День российского кино. Для Нижнего Новгорода этот праздник особенный. Наш город не только подарил киноиндустрии прекрасных актеров и режиссеров, но и сам не раз становился декорацией для съемок. Надежда Рожнова сейчас об этом напомнит в своем блокбастере. Совсем недавно в съемочную площадку превратилась улица Большая Покровская. Здесь снимали сериал «Заветные подруги». А ведь это не единственная картина, которую снимали в нашем городе. Ну а в честь праздника Дня российского кино мы решили составить топ-5 самых популярных фильмов, которые были сняты в Нижегородской области. Пятое место Нижегородцы отдали фильму Павла Санаева на игре. Режиссер не случайно выбрал наш город. Для съемок ему нужно было все и сразу. И красивые площади, чтобы передать атмосферу мегаполиса. И тихие улочки провинциального типа. Все самые яркие и запоминающиеся эпизоды были сняты в центре города. И если в фильме на игре был показан центр города, то режиссеры картины «Около футбола» спустились под землю. Станция метро «Парк культуры» стала одной из съемочных площадок фильма. Актеры из народа – реальные фанаты наших футбольных клубов. А сцена потасовки в метро стала одной из самых эмоциональных и экспрессивных в фильме. А вот картина «Сибирский цирюльник» покорила и старшее, и младшее поколение. К тому же этот фильм можно назвать самым крупнобюджетным в истории российского кино. На него потратили 40 миллионов долларов. Для нас самая узнаваемая сцена в фильме – та, что снималась на Щелковском хуторе. Одним из самых популярных фильмов стал выпускной. Все съемки проходили в нашем городе в прошлом году. А сотни нижегородцев ежедневно участвовали в процессе создания картины. Школьников, студентов, домохозяек, актеров, да и просто всех желающих объединили в одном фильме известные комики Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Нижний Новгород – он настолько многогранный город, что в нем можно снимать все. От премии «Оскар» на те места, где можно снять премию вручения «Оскар», и можно снять продолжение фильма «Сталинград», и при этом не тратиться на декорации. По мнению нижегородцев, «Жмурки» – самый популярный фильм, снятый в Нижнем Новгороде. Хотя столицу Привозжи было очень трудно узнать, ведь из купеческого города его оформили в криминальный, а из вот этих общественных бань сделали комнаты-морга. Слоганом фильма стала фраза для тех, кто выжил в 90-е, а в ходе съемок было израсходовано 50 литров ненастоящей крови. Нижний Новгород может быть и таким, именно поэтому он притягивает режиссеров со всей страны. Контраст старины и современности, огромные торговые центры и маленькие деревянные дома в центре города. Здесь снимают сериалы и комедии, драмы и триллеры. Нижний Новгород может смело претендовать на звание «Города кинодекораций». Надежда Рожнова, Андрей Першин, Служба новостей «Город». Ну а теперь пришло время новостей интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Гигантский огурец вырос на даче Алексея Кузнецова. Поспевшим урожаем нижегородец делится в сети. Вот такие у нас улицы в центре города. Поспек Багарина. Есть в Нижнем Новгороде такая беда – дороги. Автомобилисты снимают их на телефон, видимо, в надежде, что ямы залатают, и запись эта останется просто на память. Деревянный зоопарк на улице Сергиевской пополнился новыми обитателями. Теперь около дороги живут слон с травяной шевелюрой, орел, а возле льва появилась карета счастья. Когда до – лучше, чем после. На фото пересечения улиц Симашко и Горького 1974 года небольшие постройки в купеческом стиле, а на современном фото – увы, заброшенная территория с синим забором. Ну что ж, ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что необычного произошло в их жизни. Ответы услышали разные, и за самые интересные вручили приз от наших друзей – дельфинария в Сурмовском парке. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» Московский передвижной дельфинарий в Сурмовском парке. Всем привет! Первый городской телеканал в поисках ваших хороших новостей изобрел в один из дворов Нижнего Новгорода. И сегодня кому-то достанется два билета в Московский передвижной дельфинарий. Ну а мне достанутся ваши хорошие новости и много веселья! Конечно, погода радует. Пока тепло, гулять можно. Ребенок идет в первый класс. Первый сентября на носу. Ну, день рождения был. У нас? Нам всегда хорошо. Нам всегда. У нас каждый день праздник. Да, нам всегда хорошо. Каждый день у нас практически праздник. Вот живем, радуемся. Я с большим удовольствием за вами слежу, с большим удовольствием, если попадаю на вас конкретно, на ваши передачи. Мне всегда очень приятно. Очень много позитива, очень много радости. Да у меня вообще все хорошо. Я выделить ничего не могу. Мне все нравится. Мы решили подарить вам два билета в московский передвижной дельфинарий, который находится в Сорумском парке. Это ваше. Держите. Спасибо. Спасибо. Сейчас о погоде на завтра. Прогноз на пятницу услышим от Юлии Карабасовой. 28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Праздник, который крестьяне посвящали окончанию жатвы и встрече осени. Также успение – это еще и начало бабьего лета. Начинались осенние хороводы. В старину примечали, если в этот день нет ни ветра, ни дождя, то вся осень простоит хорошая. По прогнозу синоптиков, 28 августа в Нижнем Новгороде будет пасмурно и ожидается дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ночные часы плюс 16. Сейчас информация от наших партнеров, а затем расскажем о том, как победить страшный диагноз. События сезона. С 20 мая в Сормовском парке «Большой Московский дельфинарий». 414-90-43. Ваш ребенок растет, и мир вокруг него меняется. Но есть верный друг, который рядом. Успей купить растущие парты Дэми к новому учебному году. Всего за 4990 рублей. Адрес улицы Шаляпина, 2А. Телефон 410-2404. И так далее в нашем эфире «Страна советов». Так уж происходит, что не в каждой семье получается стать родителями. И для многих диагноз бесплодие звучит как приговор. Но есть реальные примеры в Нижнем Новгороде, когда у людей получается решить эту проблему. По статистике, более 20% семейных пар в России сталкивается с бесплодием. Практически это каждая пятая пара. Причиной бесплодия могут послужить различные патологические состояния. Как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Но диагноз бесплодия – это не приговор. Современные медицинские технологии позволяют преодолеть проблему бесплодия. И не ставить крест на желание иметь детей. На сегодняшний день наиболее эффективный радикальный метод лечения бесплодия – метод ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение. Когда яйцеклетка и сперматозоид встречаются в эмбриологической лаборатории под контролем врача. Для понимания сути процедуры давайте разберем основные этапы ЭКО. Перед вступлением в программу ЭКО пара проходит всесторонние обследования. При необходимости проводится лечение выявленных заболеваний. Подготовка женщины к предстоящему вводу гормонов. Первый этап – стимуляция роста фолликулов. На данном этапе происходит стимуляция роста нескольких яйцеклеток при помощи гормональных препаратов под контролем врача. Вид и доза гормонального препарата подбирается индивидуально и может меняться в процессе стимуляции. Каждые 2-3 дня происходит ультразвуковой контроль за ростом фолликула. Второй этап – пункция зрелых фолликулов. Под контролем музея специальной иглой производится пункция фолликула, то есть его прокол и забор яйцеклетки. В день пункции будущий папа сдаёт свой биоматериал. Третий этап – после получения яйцеклеток и сперматозоидов эмбриолог проводит оплодотворение. Наиболее распространены два метода оплодотворения яйцеклетки – простой ЭКО и ЕКСИ. Простой ЭКО – это когда полученные клетки смешиваются в специальные чашки, где сперматозоид сам плодотворяет яйцеклетку. А ЕКСИ – это высокотехнологичная процедура, когда под микроскопом эмбриолог сам выбирает лучшего сперматозоида и ввозит его внутрь яйцеклетки при помощи иголки ЕКСИ. Далее полученные эмбрионы культивируются до 3-5 дня в инкубаторе, где поддерживаются и контролируются все условия. Четвертый этап – перенос эмбриона в полость матки. Под контролем УЗИ эмбрионы специальным мягким катетером переносятся в полость матки. В течение 5-7 дней наступает беременность. Через 2 недели после переноса женщина сдает анализ на гормон беременности – ХГЧ. В случае положительного результата проводится ультразвуковой контроль развития беременности. Ну а на сроке 8-9 недель женщина должна встать на учет в женскую консультацию. Национальный центр репродукции и кусодействия специализируется на лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. ЭКО-содействие старается помочь даже в сложных и трудно разрешимых ситуациях. Клиника оснащена современным оборудованием, работы ведут высококвалифицированные специалисты в области гинекологии, репродуктологии, урологии, андрологии и эмбриологии. Все медицинские процедуры в клинике стандартизированы и контролируются главным врачом. Кроме процедур ЭКО, ЭКСИ и ТЭЗа в Национальном центре ЭКО-содействия можно пройти ультразвуковое исследование, гистероскопии, лабораторные тесты, сдать и получить результаты спермограммы. Также проводится предимплантационная генетическая диагностика эмбриона на некоторые хромосомные заболевания, такие как синдром Дауна, Эдвардса, Патау и прочее. В нашей клинике по этическим соображениям не используются донорские программы. Мы не работаем с донорским биоматериалом, не применяем суррогатное материнство, работаем только с парами. Весь биоматериал получаем от фактических родителей, яйцеклетка от будущей мамы, сперматозоид от отца. Это важный момент. В Национальном центре репродукции ЭКО-содействия действует уникальное предложение – национальная программа ЭКО-гарантия, которая предлагает три попытки ЭКО всего за 100 тысяч рублей. На данный момент результатом всех существующих в нашем центре программ стало появление на свет более 1200 малышей. Успей записаться на три процедуры ЭКО за 100 тысяч рублей. Национальный центр репродукции ЭКО-содействия, улица Тимирязева, 35, телефон 422-85-75. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА